Всем привет, мои дорогие! Сегодня 8 марта, поэтому я всех женщин, девушек, девочек поздравляю с этим праздником. Всегда цветите, будьте любимыми и окружены заботой и любовью. Я знаю, что вы это видео будете смотреть не 8 марта, оно выйдет, конечно же, позже. Но всё-таки решила я поздравления вам тоже и в этом видео кинуть. Мы сейчас собираемся на завтрак, хотя время уже, видите, почти 12. Муж меня с утра порадовал подарочком, чуть позже покажу вам. А вот погода совсем не радует. Вот так вот к нам снова пришла зима, дождь идёт. Я хотела с утра голову помыть, но это бесполезно сейчас укладывать. Я же вытягиваю каждый раз утюгами. В общем, мне сейчас это бесполезно делать, потому что всё это на такой погоде, конечно, опять завьётся. Что ещё есть плохого, что Ирина, к сожалению, заболела. Вчера у неё была температура, горло болит сегодня. У меня утром тоже была температура, но вроде уже спала, поэтому, в общем, решили, сейчас пойдём позавтракаем, а потом, может быть, заедем к доктору. Вот. Поэтому вот так вот. Ну, что ещё из хороших новостей? У меня сегодня на весах меньше 63 снова. Буквально неделю у меня стоял вес. Даже больше, две недели, наверное, я вам рассказывала об этом. Сегодня на весах 62,75. При этом, при этом, я вообще не занималась спортом недели, пока была свекровь у нас. И ещё свекровь наготовила тут вкусняшек вот таких вот. Ой, не открою. Короче, печеньки с яблочной начинкой, в мире шоколадной. Здесь яблочные очень вкусные, такие хрустящие. Это мирное лекарство. Вот такое мы им даём. Ибурамин зиро для детей. Это ибукрофен, и там ещё какое-то вспомогательное вещество. Потом они с Мирой готовили булочки. Пуача. Мира сама лепила. Тоже очень вкусно. И я это всё ела. Ну, конечно, в остальном я, в принципе, также ограничивала себя в углеводах и мучном. Но, тем не менее, я не занималась спортом неделю. Я вот подъедала вот это всё. Ну, там, две штучки в день, три штучки в день я ела. И всё равно у меня вес вот понизился. Я надеюсь, что я перешагнула черту, и пойдёт он вниз. Аська меня с утра порадовала таким вот набором. Мои любимые духи Black Opium. Они когда-то у меня были. И в Saint Laurent Black Opium. Но давно это было, наверное, ещё, не знаю, может, в мире годик был. Короче, лет 6 назад. Очень люблю их. Вообще, люблю такие шлейфовые ароматы. Где-то древесные, где-то ещё какие-то. И здесь в подарок вот такой вот кремчик шёл. Тоже, кстати, пахнет вот так же, как и этот парфюм. И он с шиммером. То есть, это больше для лета. Так, немножко блеск коже придаёт. Такие блёсточки. Но тоже очень классный увлажняющий крем. Так что, вот такой у меня с ней подарочек. Ну, а цветы, как обычно, он не признаёт. В общем, говорит, лучше я тебе что-то куплю, чем буду тратить пустые деньги на цветы. И вот так, кстати, видите, мы снесли вот коробку. В прошлом влоге показывала, что я заказала шкаф, который идёт над стиральной машинкой. Короче, он оказался очень плохим. Мы его возвращаем назад. Все мои мечты канули в лету. По украшению... По украшению ванной комнаты, мои мечты канули в лету. Ай, ну что ж поделать? Ой, ай, ай, ай. Смотрите, как всегда продают цветочки. Муж мне доказывал сегодня с утра, что с такой погодой они не будут стоять. Я говорю, они не упустят свой заработок. Ну, в основном здесь циканье вот все такое дают. В общем, лужи уже продвижала. Он с горем пополам купил мне букетик. 150 лир за букет. Смотрите, так он маленький. Сейчас покажу вам. Поэтому он и возникает. Все очень дорого. Дядечку просто жалко стало. Леди сидит под дождем. Необходимо. Докумаю, спасибо. Докумаю. 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 Один из молодых жен. Кто знает, что это за цветочки, я не знаю. Такой маленький букетик, 40 лет назад. Мы пришли здесь в кафе. Смотрите, как котик спит. У нас он в кафе тоже подспал. Пришлось его догнать. И так милая дедушка сидит один, пришел позавтракать. Старенький-старенький, но тем не менее, видите, пришел в кафе завтракать с турецким чайком. Мы сейчас заказали тоже турецкий завтрак. Покажу вам, что принесут. Людей, конечно, мрак. Хотя сегодня пятница. Ну, не знаю, видимо, все не работают. Но в основном, конечно, женщины сидят. Здесь, вы смотрите, такая тарелка-за, такая стоит 100 литров. Это сул-бюрек, картошка, здесь сыры разные, яичко вареное, варенье, нутелла, мед, овощи, колбаска, чайник с чаем турецким. И еще мы заказали менемен. Отдельно это заказный стоек, по-моему, 35 литров стоек. Короче, аварай здесь такие цены, очень демократичные. Приехали. Все-таки хочу, чтобы врач в мире на горло посмотрел. Как дела, зайка? Без настроения. Мы приехали тут заправиться, вышли от врача. В общем, врач назначил антибиотик все-таки. Очень красное горло сказала, что без антибиотика никак. Ну, хорошо, что съездили, всколько мне будет поспокойнее, потому что муж завтра работает. Вот. Такой дождь вообще, зима и холодно так, опять. Мы сегодня с девчонками, своими подружками, соседками идем отмечать 8 марта. В ночной клуб здесь рядом с нами. Ну, как обычно, это у нас такая программа стандартная. Где-то раз в месяц, раз, может, чуть реже, мы так выбираемся. И такая снова погода. В прошлый раз, я помню, была такая погода, когда мы ходили, тоже всем промокли. И сейчас опять. Так что сейчас поедем домой, купим по дороге антибиотик. А, еще нам надо заехать в карго, отдать вот этот вот шкаф этот, короче говоря, который, чтобы ему неладно. В общем, не подошел мне. И потом заедем в аптеку, купим лекарство и домой будем лечиться. Я буду потихоньку собираться на вечер. Цветочки свои поставила. Смотрите, вроде как они еще должны распуститься будут. Сейчас покажу вам, какие лекарства мы вписали в мире. Аугментин. Антибиотик. Я, правда, вот смотрю. Ну, точнее, я знала об этом. Что... Вот так, что у меня не фокусируется камера. Что мне нужно будет его приготовить. То есть, здесь вот только вот в таком виде он. Порошочки. Мне нужно будет водой разбавить. Сначала на две трети их перемешать. Потом до вот этой вот длины. Потом спрей такой выписала на Тамтум Верда. Кстати, этот есть и у нас в Украине. Этот спрей и антибиотик тоже в Украине есть. Но мне больше нравится вот этот спрей. Хотя она сказала, что для детей лучше этот. Но он сразу не помогает. То есть, он сразу не облегчает горло. А вот этот вот такой сразу облегчает. И еще вот этот вот стандартный сироп с ибупрофеном для детей. Ну, это для понижения температуры. Сейчас буду по инструкции антибиотик готовить. Так, я уже собралась. Подкрутилась немножко. Одела свои любимые сережки от Сваровски. Накрасилась новому методу, который для меня новый. С помощью скотча. Прикольно получается. Так ровно ложится вот эта вот стрелочка. Как раз, что мне надо. Кстати, помада сейчас на мне вот эта, которую мы с вами искали от Maybelline. Глянцевая, которая стойкая, глянцевая. Ну, она сейчас кажется не темной. Вот днем она темная. Сейчас прям вообще кажется каким-то нюдом. Поэтому все-таки это такой вечерний вариант. И сейчас у меня будет последний штрих. Новый парфюм. Я вот люблю обливаться запахами, которые мне нравятся. Но я поняла, что я не люблю большие флаконы. Потому что потом со временем парфюм надоедает. Его откладываешь. И он потом портится. Когда большая упаковка, реально запах становится немножко другой. Поэтому я сказала мужу, что пусть меня теперь не покупают. У меня есть большие флаконы. Но, к сожалению, они уже стоят скорее для красоты. Так, все, погнала я с девчонками встречаться. Всех еще раз девочки, девушки, женщины с прошедшим 8 марта. И, может быть, что-то вам поснимаю. Но не уверена. Потому что вы знаете, что когда я с девчонками, вообще, когда я с кем-то, я обычно забиваю на съемку. Забываю, забиваю. Плюс не люблю снимать чужих. Поэтому, возможно, покажу вам просто обстановочку. Плюс не люблю снимать чужих. 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 Всем доброе утро. Покажу вам мой завтрак. Я стараюсь побольше овощей есть Вообще в любые приемы пищи На завтрак тоже яичницу себе одну пожарила Из одного яйца Авокадо, кусочек сыра, оливки Кстати, если положено черную тарелку Их даже видно не будет зелень И редиски не захотелось Ну и кофе с молоком Это я вот вчера купила в Айусбир А101 Такую черную тарелку Я давно смотрела на них Такая глянцевая, блестящая Это фирма Алюминарк Я думаю, вы все ее знаете Хорошая, качественная фирма Ну вот пока купила такую тарелочку Одну на пробу большую Мне прям хотелось есть завтраки С такой большой черной тарелки Мне кажется, это очень стильно И купила еще два супницы Такие пиалы, в общем, две черные Взяла просто на пробу Вообще, думаю, сходить Может сегодня, если они еще остались Потому что очень турчанки быстро все разбирают 40 лир такая одна тарелка стоит Это прям самая дешевая цена, которая может быть на них Потому что я смотрела на других сайтах В общем, они дороже там Ну вот думаю теперь Что делать, покупать или нет Потому что у меня главная дилемма Как бы проблема не купить А проблема, куда это все ставить У меня реально негде хранить уже посуду Я такой плюшкин в этом плане Все, что красиво, я беру А потом не знаю, куда складывать Не знаю, у меня есть большие такие белые тарелки Поэтому, ну как бы проблем в тарелках нету То есть это не необходимость Ну вот мне нравятся Они вот По-хорошему нужно было бы даже 6 штук таких купить Еще и такие были там десертные тарелки Ну меньше размером Их тоже бы по-хорошему нужно было бы купить Но реально это все некуда ставить Я вот не знаю теперь Может моя дилемма решится тем Что их просто там уже в магазине не будет Посмотрим А еще купила в А101 Вот такую вот корзину для белья Очень удобно Не переживать, а трусов нет Это Мира со школы приходит И форму свою туда бросает сразу Да, она 2 дня в одной и той же форме Ни в коем случае не ходит Я ей говорю сразу Вот переслаживаюсь со школы Все сняла И стирку Потому что они там мало ли что делают Не знаю В общем и на полу бывает сидят Все что угодно В общем купила такую корзину Она достаточно большая, вместительная Раз уж у меня не получилось Вот этим шкафом Который здесь должен быть И вмещать вот это вот все Вот так вот пока все стоит То хотя бы корзину взяла У нас раньше была Сейчас покажу какая Вот это наше старое чудо Ну мужа еще со времен В общем до нашей свадьбы Короче ему лет 15 Это ему этой корзине Ну естественно я ее там стирала Но все равно Это скорее для игрушек Видите такая штука Которая складывается Ну все никак не могла Не доходили руки Как-то в ванну обустроить Ну вот эта и большая И прилично выглядит В общем я довольна покупкой За 200 лир я ее взяла В общем кому надо Во 101 возможно еще не остались По-моему самодешевая цена И такая она ну пластиковая Прочная Я честно говоря искала На трендиол тканевую Ну не такого плана Просто оно такое как Такой формы но тканевая Но решила что-то все-таки Как-то поаккуратнее Так скажем смотрится Там еще разные цвета кстати были И розовая и серая по-моему Но я как любитель белого Пила белое Так сейчас буду готовить Сигаро-бюре Это такие турецкие Как-то даже сказать Пирожки в общем да В виде сигары Очень тонкие Длинненькие такие И для них специально Продается вот такое тесто Называется Учген ювка Треугольная ювка Видите это тесто Такое тонкое Тонкое на тонкий лаваш Походим Начинка у меня турецкий Творог Он соленый И еще зелень добавила Здесь у меня укроп И петрушка И сейчас буду это все Вкрутить Хочу сейчас заморозить Потому что здесь Тут немного ювки Она портится довольно быстро Ну а сейчас наверное Поджарю Потом нужно масло их жарить В общем смотрите Вот столько у меня получилось С этих бюреков Я только на последних Поняла как крутить их Подлиннее и потоньше Вот такие вот Некоторые у меня Видите толстые получились Но это я делаю Второй раз в жизни Поэтому мне простительно Но у меня осталась еще Где-то половина начинки И придется наверное Ее тоже заморозить Что-то я не ожидала Что так мало уйдет на них Сейчас часть пожарю А часть останется Часть приготовила на сковородке В масле обжарила Правда они у меня получились Разные степени обжарки А потом я вспомнила Что можно же еще И в Air Fryer сделать Вот правда у меня Очень маленькие Здесь только 4 штучки Вот так влезают Но уже получились Правда они более такие Как сказать сухие Те более такие мягкие Которые в масле Но зато вот эти полезные Вот эти и я могу попробовать А те которые в масле Я конечно буду с осторожностью есть Ну потому что кто знает Кто помнит что я Стараюсь похудеть Вот эти вот Интересно они попробовать Как они получились Мы с Мирой В Алине парк гуляем Смотрите здесь уже Наряжают все К месяцу рамазан Видите такая инсталляция Домики там Детей можно пофоткать Сейчас поближе покажу Миря что нужно делать В рамазан Деньги собирать Деньги собирать От кого От Ну что нужно сделать Попробуйте Ручку сначала поцеловать А потом денежки Заработать И кому ты целуешь ручку Всем Всем но не всем Но не всем Ну не своим же друзьям А кому Ну кому Тебе Ну да Старшим Да Ну да И сколько надо денежек давать Бесис Это сколько Пятьсот Да И что Тебе не жирно будет пятьсот Я маму так обдурила Обдурила меня А сколько тебе на самом деле надо Сколько захотеть Ну хотя бы сколько Минимум сколько Сто Минимум сто лишь Да Ну ладно Подумаем Минимум Смотрите чем увлекаются Современные дети Лира выпросила у меня журнал Blackpink Вот такой с Blackpink Современная музыка Корейский кейк-поп Ну а как называется Кей-поп 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 Да мама старая не разбирается А тут вот у нее постеры Карточки какие-то Вот Ты рада? Вот это вот Рассеет Скажи Как ты была счастлива Как ты была счастлива Да Миронь Просто вот так вот Помните в нашем детстве Тоже вот такие постеры были Ну у нас конечно Была все другая музыка А сейчас вот корейская музыка Точнее это наверное Не корейская музыка Они там на английском тоже Пают Корейские Корейские группы Короче Моди И вот даже вот Мире Вот с половиной лет Пожалуйста Фанат Да Миронь? Угу Ну все Ты справишься тут Сама со своими карточками? Да Мира делает домашку В общем Что сейчас проходит В третьем классе Дай посмотрим Значит Часы Вот учатся В общем Сколько здесь В часах Минут и так далее Время со стрелками Учат Я все равно ничего не понимаю Так что ты понимаешь Я не пришла Тут Ну все равно Я тебе же объяснила И вот смотрите Как по турецки Время можно сказать Вот допустим Час сорок пять Можно сказать Что до двух Осталось Пятнадцать минут Или же Типа После часа Сорок пять минут В общем Двух вариантах Можно сказать Я вот это кстати Сама не очень Понимала Я всегда так говорю Бир киркбэш И все Не говорю Вот это бири Киркбэш Кичьёли И киэчереквар Это для меня Надо думать В общем Ну вот они сейчас Это проходят Потом и так говорим Ну да Это в Турции Вот так вот Варианты времени Субтитры сделал DimaTorzok